Привет, друг, ты на канале Смотри и Учись, ты бы Миша Егор, и сегодня будем смотреть за Doom персонального игрока. Doom очень-очень часто пикается на хайрейтинге, и герой выглядит действительно очень здорово, пускай и evenrate у него чуть меньше, по-моему, полотенника, но это потому что герой зачастую жадный, и его нужно чувствовать. Тут с нулевой достаточно интересную фишку показал, забегал сюда под Т3, сразу же с ее оранжевого гриба, чтобы Дивауар начал откатываться, то есть учитывая, что половина времени прошла, можно считать, что 30 голды из ниоткуда, но все мы прекрасно понимаем, что в большинстве ситуаций Doom куда нужнее на линии. И кстати, нереальное везение, гарпи это вообще лучший гриб, который может достаться Doom, потому что теперь он превращается в звеса и будет вот так вот молниями закидывать, очень весело это выглядит, и везение нереальное. На примере этого игрока научимся играть на хардовом думе в 7.29 до патча, и всем приятного просмотра. Да, всем привет, смотри, как тренд подставляется, опять же, под эту молнию, как же там дэмэджа много. Не хватает, правда, как какого-нибудь мангуса только хотел сказать, и просто 6 мангус залетело, охренеть. Забавно это выглядит. Еще по поводу того, что с Хаул крипа, самое кайфовое, как по мне, что он полностью экспул с оранжевого крипа, получает. Он ее не делит, как на линии с Никс Ассасином, именно он все сам получается, то есть у него и второй уровень раньше. Ну и как ты сказал, что первый скилл быстрее откатывается, тоже прикольная фишка. Руну там, в принципе, его тиммейты законтролили, там мидер пошел контролить. Ну и смотри, 6 мангу просто к нему идет, он же будет просто спамить этими молниями. Да, уже не терпится посмотреть. Парень прям по полной программе решил реализовать. Ну и по поводу, думаю... У меня особенно комфортно с Гарби играть, когда с Батлом, как на харду приходится мангусами закупаться, потому что Солринг не всегда ты моешь. Рано взять на доме хабберегена от первой, сейчас нет продажей. Блин, как же он настреливает этой молнией. Да, кстати, Солринг, китайские игроки вообще в каждой игре, по моим наблюдениям, Солринг покупают. Вот именно китайцев заметил, что они очень любят вас. Реально на таком доме Солринг хочется иметь пораньше. Потому что мы смотрим, просто спамят этими молниями, настолько он противный. КДС не так долго, 50 манэ тоже немного стоит. Чего-то жесть какая-то. В этот момент Никс ему запулил. Ну и дальше все мангусы покупают, еще колоритку себе купил. Забавно это, конечно, выглядит. Вот правда, нетворс у него из этого просаживается из-за того, что он все в расходнике тратит. Он сейчас убьет Бээлла, и нетворс вырастет. А Бэлла же не спрячется, уже никак. Это молния, 4 секунды кулдауна, 140 урона. Но там пока что это следующие цели меньше дамыша, то есть как второй скилл Рубика работает. Не как первый скилл Завса. Ему благодаря этой молнии даже Никс на линии не нужен, он может его спокойно прогонять и ставить соло. Вот он уже четвертый уровень, он просто развалил в нули на эту линию. Благодаря вот этой теме. Ну и смотри, вот ему ковреточка пришла, два мангуса. И сейчас еще и на колоритке Семану. Нарегенец спокойно, у него почти пятый уровень, матерь божья. Тупо, интересно, что там. Тупо, третий уровень. Капельку себе купил, но довольно ожидаемо, потому что дум реально наспамливает нереально этими молниями. Ну опять же капли стоит денег. Недолго эта капля продержится и пошла агрессия сразу же на трента. Ну это конечно из ряда фантастики, когда себе с первого же малого спыта вот так везет на гарпию. Такое, мягко говоря, не в каждой игре. Есть два кила. Заслужит целиком полностью гарпии. Мы же не на ту мы смотрим, мы же смотрим на гарпию сожженную. Да, что-то не ожидал даже, что это настолько жестко. Ну знал, само собой, но этот парень прям превзошел все мои ожидания. Он настолько сильно эту гарпию реализовал. До сих пор все носит мангусики. Ему бы еще какие-нибудь арканы. Там на них все. На них все они любят арканы покупать. Там играют через транквилу, вот эту шляпу, стики. Аганим фастовый любят покупать. Так что арканы, к сожалению, не будут. Ну а так, был бы неплохой бонус, чтобы вот так наспамливать. Молнии и ПКД. Ну тоже себе капельку купил. Опять же манориген. На него могут напасть. Там уже телепор делал худвинг. Так что все в этой жизни может случиться. Все может пойти не так. Не показалось ли он танго себе купил? Да, да. Охраните. Ну на думе очень хочется таскать себе расходники. Первый скилл хапоригена больше не дает. Прокликал, что капли закончились у ПЛ. Жаль тут вышку подавить нельзя. Старый дум с парочкой брейсеров. Как драгонайт работал. При спокойной вышке танчил с хапоригеном 30. С пулом хп 1500 тоже. Сейчас все не так радужно. Очень интересно, что замах силами на первой. На харде мы в основном видим второй скилл в троеку. В пятом уровне. Но благодаря молнии демеджа будет хватать. А первым скиллом заработает больше денег на мангуса. Ведь реально всего хватает. Ты когда видишь в своей команде дума. У которого первый скилл на три в харде. Начинаешь нервничать абсолютно всегда. Потому что там эффективность скиллпоинта нереально. Сильная. Высокая. То есть на единичку этот скилл вообще не какущий на двойку. Сильный на тройку. Смертоносный. Но здесь с молниями. Действительно может себе позволить. Ну и ждем кикбай Амидас. Опять же никогда не хочется видеть оффлайнера с Амидасом. Но время показало, что... Во-первых, Амидас айтем метовый. Амидас сейчас очень сильный. Во-вторых, дум персонаж такой с огромным кулдауном на импакт. И в дальнейшем, чтобы быть полезным, ему нужно очень много нетворца. И даже при отсутствии... Какого-то спейса. Он приспокойно может через первый скилл, через Амидас. Иметь огромный нетворц. И когда команды зеркалят друг друга. Играют пассивно. В Амиде одинаковые участки карты. Команда с думом всегда ведет на огромное количество нетворца. За счет Деваура и за счет Мидаса. Сколько же он высолил эту линию, это конечно жесть. Он настолько этого ПЛа уничтожил, что ПЛ просто... В какой-то момент сказал, не ребят, сами стойте с этим демоном. У него кстати никнейм демон. Которого мы смотрим думом. Вот он просто сказал, стойте сами с ним, я пошел мид качать. Купил себе худ первым этого, посмотри на ПЛа. У него закуп стики, была капелька против дома и просто худ. Ну, само собой худ, это офигенный артефакт на ПЛа. Но именно, я имею в виду, что... То, что настолько его на линии унизили, что он это аж первым этом он просто взял. Настолько его вынудили. Ну да, как ты и сказал, тут Мидасик. Оно и неудивительно, дум такой герой на офлэне, что... Им можно в соло игры выигрывать, по сути. То есть ты покупаешь Мидас, ты максишь первый скилл. На самом деле первый скилл часто максит. Опять же, под Мидас это очень сильный разгон. Просто нерянейший. Ну и потом просто за счет того, что у тебя оверфарм. Из-за того, что у тебя огромный нетворс, вот даже в этой игре. Смотрите, у него 5000 нетворсов, хотя сколько он расходников купил, это жесть. Я на самом деле давно не видел такого игрока, чтобы настолько не жалел деньги на расходники. Просто если вспомнить, он там и тангусы, и манго штук 12 себе принес. И каларетки себе приносил постоянно. Он и капельку еще себе купил. Он столько расходников взял, это вообще жесть какая-то. Я давно не видел, что прям реально просто закупался фул в расходнике. Ну и при том, что он покупал расходники, у него все равно первый нетворс. И он вообще пофиг. У него Мидас на девятой минуте. Опять же, парень, который покупал расходники. Как он это сделал, вообще непонятно. Внутри убийства. Опять же эти мангусы на киллах. Так, окупились. Ну и самое главное, это загнобленный ПЛ. То есть даже если мы сейчас видели дума с нетворсом на полторы тысячи меньше, но точно такого же лансера 2900 нетворса, это все равно того стоило бы. Пока что роль третьей позиции он выполняет в полной мере. По поводу первого скилла макшенного, ничего не имею против макшенного первого, но именно к шестому уровню. Второй скилл почти всегда должен быть на 3, если хочешь реализовать дум. Иначе можно этот дум просто-напросто не качать. На миде, например, очень часто макс от первой играет вообще без думы. На кире постоянно так делают, играют через первый, второй, первый в приоритете. Тоже очень здорово работает, такая форма дум. На харде ты все-таки хочешь побыть полезным зачастую. Так, и я это напоминаю медовый тинь. Тинь не убить не получилось, к сожалению, но из файта он ревнул. Так что получилось убить тут еще двух героев. И спокойно танчит вышку. Пармин под ней, как ничем не бывало. И по билду после Мидаса почти все делают блинг-бкб. В некоторых играх сначала бкб, потом блинг. Тоже такой классический дом, он в бкб почти не убиваем из-за чего ему спида. Очень быстро герой бегает. Ну и я думаю, ты уже хочешь излучить, сколько расходников он сейчас купил. Я до сих пор в шоке. Настолько не жадничает. Вот две фласки себе купил. Чтоб вы понимали. Напоминаю, фласки стоит 110 голды. А он по две штуки себе таскает на 11-й минуте. Ой, там тени 3 полкилоформа, ничего себе. Кстати, дом тоже сейчас может подставиться. У него вся команда в таверне, он один по сути на линии. А, еще и три колоретки, я тебя понял, братан. Что-то тут белка не смогла сбить, же будем. Да уж, крутой чувак. Ну, тамат на 10-м выбирать не приходится. Всегда на земельку талантик берется. Земля для фарма тоже очень хороша, как и первая скилта. Вот так вот по кд можешь нажимать на линии. Земельку. В стаке можешь ей фармить. Вот так пачка легко очень умирает. Там потом талант появляется тоже на 15-м уровне на землю. И вообще без кд, можно сказать, земля будет. Уже обязательный талант. Вот по поводу билда еще хотел уточнить. Были китайские квалификации. Дум на китайских квалификациях был чуть ли не в каждой игре. И вот китайские игроки открыли для меня еще один билд на думе. Просто первым италом БКБшка. Ни Мидас, ничего там. Фейзи, Фейзи БКБ вот так вот билдились китайцы. Максимально такой нежадный билд. Вот самый главный минус вот этого, вот этого сакупа через Мидас, через Даггер. Что у тебя статов вообще на думе нету. То есть Мидас статов не дает, блин тебе статов не дает. А дум сам по себе тоже. Герой, у которого статов нету. У него хп на самом деле не так много в самом начале. Брони тоже супер мало. Только Фейзи хоть как-то компенсирует. Вот, так ты еще и покупаешь такие дорогие артефакты, которые тебе тоже статов не дает. Вот, таланты у тебя тоже статов не дают. Соответственно, ты очень слабенький. Против контроля не живешь. Просто сам по себе тонкий. Достаточно персонаж из-за такого жадного закупа. Так вот китайцы делали вот такой вот билд. Просто БКБ рашилися. А потом уже всякие даггеры и так далее. Ну БКБ очень много на этом герое дается. На самом деле, года полтора еще назад, когда Айсберг начал спамить дома в мид. Он играл через вот эту фестовую БКБшку. Он нереально круто исполняет на Медовом Доме. Я не знаю, как он умудряется столько из этого героя выжить. А же причем только-только начал на нем играть. На Медовом Доме. Насколько я могу судить, но любым опытом на этом герое не сразу же разносил. Там Б6 тысяч на Творцах, 10-й, против ФД, против СФ, против героев. Против которых вообще нереально стоять. Не по игре, это же всегда очень полезный. Бери тут нарисовал план действий. У них есть в команде Гримстрок. И думаю, очень хочется реализовать ультимейт на двоих. Тоже идеальная связка. Дум-Гримстрок во все времена. Также и на просцени. Любят очень брать этих ультвагеров. И вот реализация. Смотри, сейчас Дум подвоем. Но успеет ли дойти? Не, не успевает, к сожалению. Там уже связочка заканчивается. Но идти не с хостой. Убы дно. Ну, хочется. По нему прям видно, что ему не нравится, что у него Дум простаивает. У него только Дум от Кадеша, все, но сразу же пытается найти цель, чтобы реализовать ее. И сейчас тоже. Таким же занимается. Чтобы Дум не простаивал просто так. Ничего страшного нет в том, что Дум простаивает, зачастую. Потому что время... Им на руку играет, я хотел сказать, пока не увидел Луну под Т1. Третья смерть подряд на Луне. И очень много стаков делали, но она что-то подставляется невероятно сильно из-за этого. И так, все гладко. Так, ну и смотри, делаю телепорт в Гримстрок. Утимейта его нет, но у Дума есть. Да, вот шоу Дум. Застанил. Ну, плюс нужен какой-то, да? Не хватает. Соло разобраться. Ну да. Такое, если что-то. Эмбера бы. Он бы и связал, и дэмэдж выдал. Ну, поздновато он. Ну, пересочи всю тему, видимо, продать. Посыпались, ребятки. Ну, эмбердум вышили. Так что сойдет, продажи. Все это время у нас косы просто. Сколько там она сидела? 50 секунд, по ощущению? Очень долго. Да столько фармить она могла. Проблема в том, что несмотря на то, что Дайер сейчас ввели 6 тысячи надворца, они скормили не только 3 тысячи золота. Они скормили еще больше опыта. И скормили вышку, при том, что сами ни единой не сломали. Это очень большая проблема. Но если Луна сейчас будет играть аккуратнее, то мы ждем 5 минут. У Дайера будет преимущество в 10 тысяч золота. Луна будет заряженная, Дум будет с ВКБшкой и еще с кем-то предметом сверху. И они приспокойно все эти внешние вышки позабирают. И опять же, время на стороне Дайер. Целиком и полностью. Тут еще и на ПЛе тоже против такого драфта играть невероятно тяжело. Ты не хочешь против противников покупать Монта Стейл, но если ты не купишь Монта Стейл, то рано или поздно Дум в тебя прыгнет, нажмет свой ультимейт, не успеешь задоджить, если Допель в кулдауне. Глибниры могут какие-нибудь появляться на Эмбер Спирите. Ну и куча таких примеров, каждый из которых вроде бы небольшая проблема, но суммарно ты не будешь жить. Очередная смерть от Луны. Сверху еще и от Дума. Ты же вроде бы столько радости, что и Дума, и Эмбер Спирит не умирают. Продолжает наращивать свой над ворс. Вроде бы умерли. Но он еще явно недоволен своего, но и после ее смерти пошел ранг ее даже чекать. Ну потому что она уже второй раз подратскоса улетает на минуту целую. И невероятно много теряет. Самое забавное реально, что они по над ворсу все равно выигрывают. Хотя Луна вообще не фармила уже хрен знает на сколько времени. И продолжает не фармить. Однако вот, опять же это Дум, ребят. Просто Дум с Мидасом, с первым скиллом, с акшеном. Как бы все хреново не было, все равно над ворс у их команды не проседает общий. Так, смотри, как жадно решил сыграть без БКБшки, просто себе Шиву закинул. Ну Шива очень хороша против Пэлла, так же Хилл можно резать противником. У тебя не кажется, что это... Ну немного жадновато вот так от БКБ отказываться, сразу Шиву себе рашить. Ну Шива в этой игре просто стоит, да, выглядит нереально круто айтем, но после БКБшки. То есть я не вижу вообще ни единой причины БКБ игнорировать. Там против всех героев, даже против лансера БКБшка очень круто работает. Да, может быть проблема, что нажал БКБ и всю БКБшку простоял в альтимете тренда, но без БКБшки ты можешь в чем угодно. Простоять секунду и сдохнуть. Сюда был первым строком, да, отлично. Думаю, по двоим. Годовая, кстати, тени. И кивда зато все думает. Хорошо, что он не поторопился, да? Он там хотел сразу в тренда, по-моему, кинуть. Но благо отменил, чуть-чуть подождал, зашел в ультимейт Греймстрока и смогли реализовать свою связочку. Красиво. Ну и наконец-то Луна пофармит, а то это бедолага. Она, наверное, сама устала умирать. А вот и Шива. 19-ая минута. Так, а что, сейчас БКБшку он будет покупать после Шива? Ну, обязан. Вообще, в глубокой теории, знаешь, он купил Шиву именно из-за того, что недоволен Луной. То есть, зачем ему БКБшку, если все кнопки Луны пособирает? А он с Шивой пройдет и полежит. Видимо, действительно недоволен Луной. Конфликт там, скорее всего, какой-то. Сори, что он так влез. Да нет, еще страшно. Таланты в пятнадцатом, кстати, все поголовно предпочитают правый. Ну, второй скил почти без кулдауна будет в перспективе. С акторином, с аркиным клинком. Я даже забыл, о чем говорил. Видимо, про альтернативный, да, хотел что-то талант сказать? Ну, сейчас я хочу только сказать, что как это происходит? У пацана на Луне там 8-9 тысяч рейтингов. Восемь с лишним. То есть, неужели нельзя фармить мало, но хотя бы не получая косу вот ровно по откату? Откатывается коса у Рейден. Они идут и нажимают ее в Луну. Раз за разом от нее даже. Он сейчас не из косы улетел. Но был близок к тому, чтобы с нее улететь. Ну, да. Ну, ладно, опять же, Doom керя. Вот так вот, Doom с выигранной линией, либо Doom ценой какого-то спейса для команды. Может взять этот ранний Мидас и иметь вот эти вот 13 тысячи надворца на 20 стабильно. Не быть полноценным кором. Опять же, БКБшка. И тут сразу же спойлер на превью наверняка уже. По превью наверняка все уже в курсе. Тут Родианзе будет. Против Пейла круто выглядит и особенно круто выглядит, когда приходится брать на себя частичную роль первой позиции. Так вот, по поводу альтернативного таланта, это очень круто может работать. Против кого-нибудь Ланцера сожрать Громозавра, Клэпы по 250 ему. Все ненавидят Клэпы по 250, Громозавра. И самое главное, Френзе. Кучу скорости атаки можно взять на союзника. Если у тебя в команде какой-нибудь Солар Крест, то твой курс становится нереально сильным. Я думал, что левый талант на 15-ом будем здесь гораздо чаще. А мы же его не видим вообще никогда. Очень интересный момент тоже, что это уже третий или четвертый эпизод, где Дум подходит и фармит вместе с Эмбером. То есть его вообще не волнует. Что Эмбер Спириту нужно как-то добирать. Он именно полагается на себя. Ну, смотри, опять пошли реализовывать ультимейты свои. Есть Думченко, есть ультимейт Гримстрока. Причем смотри, какую он себе альтернативу нашел вот этому Громозавру, про которого ты говоришь. Он себе взял просто Клэп Курасевича. И будет Клэпить Пэлла. Ну, и станет по всем параметрам лучше, на самом-то деле. 15 скорости атаки еще дает. Ну, не густо, так скажем. Мне кажется, он просто мискликом включил первый скилл. Тоже нас спрашивают время от времени люди, которые давно в доту не играли, или на Думинг конкретно не играли, как жрать крипа. Когда правая кнопка мыши нажата, когда рамочка светится, как у автокаста, тогда ты поглощаешь скиллы. Отжимаешь, рамочка не светится, не поглощаешь скиллы. Безумно удобно. Но хотя бы поначалу я помню, у меня в играх регулярно был вопрос от Дума, почему я жру крипа, а у меня скиллы не появляются. Ну и сейчас уже все привыкли давным-давно. Ну, я помню, еще все думали, забаговалась игра. Перезаходить еще любили. Потом говоришь, автокаст в плече? Ладно, нахрена мне автокаст? Я сам хочу крипа выбрать. Ну, у луна есть, конечно, кстати, принял такое ощущение, что вот что-то не доигрывает. Ей столько спейса создали, просто вспомни. Просто Дум бегал с Эмберспиритом. А у луна все это время фармила. Так она не просто фармила, она фармила стаки. И дохрани еще стаком сделали саппорты. Там весь лес был застакан. Однако, реально, столько раз косы умереть, столько раз подставиться. Немного шокирует. Так, ну, тут ему БКБшка подлетает, все еще есть Аду. Надо бы что-то придумать. Попайтится в топе можно, как вариант. Гримстрок делает ТП, соответственно, Думу тоже нужно делать, чтобы двойной ультимейт замутить. Но смог нужен. Да, но соперники... Не, как тупо они не... А грим без блинка играет. Поддумав, почти сюда грим и блин покупают. А вот там и что-то прилетело. Блинза. Это пятерка. Это... Гримером он прилетел. Пускай. Блинза еще раньше была. Так, и есть ульт грима. Есть дом по двоим. И не должны отпускать, хотя... Ой, как шардая сейчас на гриме не хватает. Он бы из этих корней сейчас вылез. Но все равно разрулили минус три. Даже луна не умерла. Все, я уже думал, что она в каждом противе абсолютно будет погибать. Нет, он в боте фраме он потом т.п. сделал. Забайтили очень круто на этого эмбера. Дождались все таким, чтобы под дабл-дум стали. А, ну и кстати, вот этот Рошан им очень много может дать после такого Рошана даже. На хэграунд есть возможность, что заведут, если они конечно пойдут на этого Рошана. На дом, видимо, не торопятся. Луна зашла, да? Да, фигачит. На боте тавр горит. Очень стрёмный момент. Еще у Луны кипая бабочка, а не БКБ. То есть, с одной стороны, он может на Эггис рассчитывать. То есть, команда его тачит. Он может взять Эггис, как такую БКБ-шкодноразовую. А благодаря Фляю сделает полностью бесполезным ПЛ. Но как будто бы все равно рискованно. Не было такого ощущения, как будто он умирал от рейт-клика. Было ощущение, как будто прокаст тени плюс коса. И там прокаст белки плюс коса. Ну и плюс, чем раньше ты откроешь Фляйт, тем раньше противник задумается о том, что пора бы уже МКБ-шку брать или Блатторн, или что-нибудь. Как же это жестко всегда выглядит, когда есть очень быстро фармящие герои, такие как Луна, Террор Блэйт. С думом, который стоял на харде, вообще никогда не не ровнее. По ощущению. Какую игру не смотрим, эти думы всегда топ-1 над ворс. Так выглядит жестко. Так, сейчас, смотри. 20 секунд до ультимейта, там уже погиб гримастрок. Но противники понимают, что ультимейтов нет, надо пытаться давить. Надо вышку ломать, файтиться. Чем они занимаются? Ну, дом почти от кадаши, все. Тут просто вперед, есть БКБ. Бэлленс, ты еще видна, благодаря третьему скиллову Трента. И, преспокойно, его здесь сжигает. Вообще, красотища, продажей. Офигеть. Он в соло его просто убил. Когда вот у Лансера еще и команда была сзади. Просто сжег. Так, 3000 голды есть? Ну. А вот и Родианс подъехал, как раз. Немного ему тут остается, ну и против ПЛА. ПЛА даже сейчас сгорел. Очень быстро. А ты прикинь, как он будет гореть под Родиансом, шилой. Ну, земелька. Звучит жестко. А вот, кстати, это тот самый билд, про который я говорил на нихсе. О, открой нихся. Шляпы и огоним? Ну, чуть-чуть. Подешевле он решил тут сыграть. На самом деле, 3-3 шляпы и стики покупатель. А без стика подошли, не так круто работает. Ну да, стики, шляпы, огоним, транквилла. Такого отбилет обычный. В первом же этом им рашид. Иногда можно спирит весел взять, как вариант. Если против морфа какого-нибудь играете. Ну, либо вот такого героя, который хилится там. Хускар, не знаю. Тимбер. Вот, ну а так на профсене тоже этот билд был популяризирован просто. Шляпа, транквилла, стик и огоним. Шляпа, кстати, да, очень крутой предмет для саппортов. Многие там по несколько этих шляп покупают. Просто так, когда же не грядит от него, что. Потому что 125 здоровья, это круто для саппика. Ну и поменял. Все еще дум. Поменял он медведемоны на сатира. Еще больше урона по области. Но как-то выглядит сомнительно, как по мне. Киндавр же все равно круче. Ну да. Еще стик продастся. Интересно, коваритку принес? Не. Еще на базу сбегают. Вот самое время по ощущениям менять фейзи на травла. С травлами ты почти до 550 разгоняешься. Тут еще талант 30-ому спит. Очень комфортный предмет травла. Полностью почти выбил третий тир. Ну и вот все. Еще на базу загоняет. Есть там какие-то предметы для дома? По-моему нету, да? Со вторым тиром придется скорее всего оставаться. А, и смотри, книгу себе покупает. Хочет 25-й, да? Побыстрее. А что если на прорубающий урон взять талант? Как тебе такое против лансеров? Максимально его унизить. Случай забавно. Еще почти всегда Инфернал берут. Здесь действительно есть герои против которых. Герой, против которого Инфернал реализовать тяжело. Вот талант на клип наоборот очень легко. Причем ударил иллюзию. Мейн получил больше урона, чем если бы ты ударил мейн. Ну да. Радиент Вот, пошли смоки. Правда, нету дума. Но, по идее, и так справиться. Потому что Радик слишком, слишком много удуманных ворсах. Чикс. И все, до свидания. О, деревца. Блин, как же мы просто в лихо этой игре это жесть. И это даже не медовый дум, что самое шокирующее. А он ведь в такой уверенной игре своей обязан лайнингу. Лайнинг такой хороший за счет гарпий. Ну да. Продемонстрировал полную реализацию этого персонажа. То, чего он имеет. Фишки показал. Опять же, в самом начале вот там крипа ходил ранжевого есть. Прикольно это выглядело. Вот и вот эти мангусы с гарпи это еще прикольнее, конечно. О, посмотрим, что с плейлом сейчас будет. 25-го только не хватает. А, ну, БЛ облегчил задачу. И как же горит. Это жесть. Орешек тут летит. Ай. Орех суперзабавный. И мем футбольный мяч комментатор какой-то или интервью там у мужика кого-то брали и мяч ему в затылок прилетает. Не видел? Нет, не видел. Луна на 120 секунд умерла. Как вообще. Ладно, хотя бы ПЛ Бай скинул. ПЛ еще раз закупить и игра уже 100% закончится. Луна на 100%. Луна на 100%. И еще больше урона по области против лансера продажей. Да, да. Все. Не хотел тут. по поводу Дума тоже. Мало ли кто-то недавно играет или наоборот давно не играет. Дум сбивает телепорты. Как и любые касты предметов. По той же аналогии как Сайлент сбивает кастуемые скиллы. там Десварты телепорты Фуриона и так далее. Может Дум Сайлент на предметы вешает. И смотри-ка стоит засаде на боте. Но какой-нибудь саппорт здесь появится. Будет отпушивать. И сразу же этого саппорта Дум спрячет. Но травола очень хочется. Так, а вот и саппорт. И вернул такие кентавры. Кентавры очень нужны выглядят. Белка причем с молниями. С арчидом почти. Ой. Ты что-то делаешь. Тени до конца его убьет, Тени реально сейчас сдохнет. То есть тренд нажмет ультимейт. Дум нажмет БКБшку. Вообще не проблема. Есть второй скилл сейчас. Есть Радик. Вот на ульт тренда нажимается БКБшка. Он причем поторопился на тренде с этим ультимейтом. Могу чуть-чуть подождать. Какая же соль. Ёб твою мать. Но кстати от Некров Санислава так гниет. А у него дум от КД сейчас убед на Некров Санислава. Показывается есть дум вот эти проигроки опять же мы же с тобой играем на вспомогательных ролях вылизываем Корр стараемся чтобы Корва чтобы ты не стала игру выиграл. Вот здесь проигроки они охранительные риски. Перераспределяю как сказать не знаю как сказать извините меня за умный русский язык пожалуйста. Он видит с Луной все хреново. Эмпер спирит в ближайшее время не разгонится. И все и пошел Шива до БКБшки. Пошел Радианс. То есть я уверен с собой у Луны было все круто то вместо Радика вы могли бы видеть какую-нибудь Кирасу чтобы Луну укрепить какой-нибудь Кримсон опциональный если бы ПЛ был засноуболенный и какой-нибудь Хекс возможно чтобы дать больше контроля своему Корру. Лучше нет. Собрался в Коровой Дум и сейчас сделал минус 4 по сути соло. Что ну он убил Белку потом Тинни потом Трента потом Некрофос и сейчас вот Белку спрятал за одну кнопку силовый блинг еще как реализован сочно подстанк кентавра куча дэмэджа замедления причем Аркен казалось бы всегда выглядит круче но здесь реально такой сноубольный дум вот добавить дэмэдж из прокаста плюс дэмэдж по области против лансера круто очень выглядит сейчас будет а нет мне вовсе намеречься что-нибудь дум если периферийным зрением вижу дэйс силовые блинка мне кажется что это дум у него от кдшин ну это вот идеальный пример игры как можно на третьей позиции выигрывать игры в соло вот дум как раз самый идеальный пример как мне кажется на нем птс и даже можно поднимать потому что на третью позицию сейчас много героев которые очень зависят от твоей команды если у команды не пойдет то ты например на каком нибудь тайт хантере на каком драгон найте ты в соло не выиграешь никак там именно команда нужна особенно недавно смотрели тайт хантера который был не согласен но это тоже опять же там хоть какие-то игроки были вот ну и он очень много спейса создал но опять же тайт хантер причем он в одном моменте вставлял на мере на палки в колес своему кору то есть он прям говорит вот кор я не дам тебе да есть здесь я поем а ты получишь space через несколько минут здесь же не было такого чтобы дом вставал на траекторию фарма луны он проходил мимо стаков уже после смерти луны он их не трогал он именно фармил только с эмберспиритом то есть здесь ну опять же что вторая что третья позиция вспомогательная роль и он решил что он более фармящая роль и в этом он был прав в принципе у луны он крипов не брал вообще ну вот так да хороший герой я с выточными микрофонами что сказал продолжай да но я зрителям уточняю это без контекста и всем огромное спасибо за просмотр если видео понравилось то обязательно ставьте лайки так же не стесняйтесь писать комментарии и увидимся